Вы смотрите программу событий. Меня зовут Евгения Смоленкова. Здравствуйте. Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о самых значимых событиях Нижнекамска и промышленного сектора. За последние сутки в Татарстане выявили 75 новых случаев коронавируса. Нижнекамская набережная ушла под воду. Владельцев участков просят не ночевать на дачах, расположенных вдоль Камы. В город пришла вторая волна раздачи продуктовых наборов по республиканскому проекту «Помощь рядом». В Нижнекамск нефтехимии наградили трудовые династии нефтехимиков. В начале программы статистика. Сегодня в Татарстане подтверждено 75 новых случаев COVID-19. Больше всего заболевших выявили в Казани – 63 человека. В Нижнекамском районе новых случаев коронавируса за сутки не зарегистрировано. Из всех случаев два завозные – 73 контактные. Среди новых инфицированных – четверо детей. Таким образом, общее количество заболевших в республике сегодня составляет 2475 человек. В то же время в поликлиниках Татарстана частично возобновили прием пациентов по отдельным видам медицинской помощи. В том числе по стоматологии, офтальмологии, отоларингологии, акушерству, гинекологии, терапевтической косметологии, медицинскому массажу, а также проведение плановых профилактических медицинских осмотров. Также в республике возобновили плановую иммунизацию взрослых и предварительные медосмотры детей перед оформлением в образовательной организации. Сегодня человечество столкнулось с серьезной ситуацией, когда пандемия угрожает каждому из нас. Однако есть те, кто до сих пор не верит в существование коронавируса. Эти люди продолжают гулять по улицам, игнорируя маски, перчатки, не соблюдая дистанцию. По всей видимости, коронадиссиденты надеются на русский авось. Тем временем, госпиталь Нижнекамска каждый день принимает новых пациентов с COVID-19. Сегодня нам удалось пообщаться с человеком, столкнувшимся с болезнью лицом к лицу. Несмотря на возрастающее число пациентов в России и в Татарстане, в частности, многие люди до сих пор считают, что никакой пандемии не существует. Коронавирус – сказка, статистика заболеваемости – выдумка. А перчатка и маски – бесполезная вещь. И тут непонятно, то ли смелости у таких через край, то ли беспечности. В интернете на этот счет огромное количество комментариев. За прошедшие десятилетия нас уже посещали всякие ужасные птичьи и свиные гриппы. А где они сейчас? Почему не слышно про заболевших? Человечество вдруг приобрело к ним иммунитет или всему миру сделали прививки? Нынешний вирус – это фейк. И это очевидно. Просто не обращайте внимания на него, и все. Сам через месяц исчезнет, как не было. Раздули из мухи слона. На стакан чистого спирта одна капля дистиллированной воды выпить, и любой вирус умрет. Все же большинство понимает, угроза реальна, но продолжает надеяться на фразу. Это случится с кем угодно, но только не со мной. А случиться может с каждым. Нам удалось пообщаться с человеком, который сейчас лежит в инфекционном отделении госпиталя Нижнекамска с подозрением на коронавирус. Пробы не пришли. Пробы сдольные, но диагноз не подтвержден пока. Как себя сейчас чувствуется и какие вообще у вас симптомы на данный момент? На данный момент симптомы такие, что кашля особого нету, постоянно сухость в горле и головные боли. Теперь уже сняли симптомы были. Очень сильные головные боли. А сколько сейчас у вас человек в палате? В палате мы вдвоем. А у вашего соседа как сейчас обстоят дела? Ну, он очень взрослый, поэтому ему больше 70 лет. Температура скачет ночью до высоких, до крайних 39,5. А расскажите, пожалуйста, как дела у вашей семьи сейчас? Мама тоже лежит здесь. У мамы подтвердился COVID-19. То есть у нее точно уже подтвердился. Они самоизоляцию соблюдали? Как вообще так? Они живут в деревне, поэтому как бы особо они не приезжали в город. Приехали всего один раз, это в конце апреля. Естественно, в масках, в перчатках. Заехали в банк, получили деньги. Заехали на почту, получили почту. Причем там пускают по одному. Даже в этом случае, как все произошло, непонятно. Но, тем не менее, матушки, COVID-19 подтвержден. Ваша семья, супруга, как они сейчас? Они сейчас, да, мы все в зоне риска. В самоизоляции они сидят дома, у них температура. То есть сегодня будут вызывать скорую, потому что самочувствие ухудшается. Тест разве у них тут же не взяли? Нет. Тесты вообще почему-то не приехали. Просто сказали сидеть дома, изолировались и по телефону каждый день спрашивают температуру. Меньше или нет. На данный момент сейчас у меня вся семья с температурой. Спасибо вам большое, что согласились с нами пообщаться. Надеемся на ваше скорейшее выздоровление и выздоровление вашей семьи. Да, мы тоже надеемся. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких. Это все не шутки. Это все-таки коронавирус существует. Он еще живой. Многое из того, что было сказано в интервью, конечно, осталось за кадром. Но этого достаточно, чтобы понять. Наш город не находится под неким волшебным защитным колпаком. Коронавирус в Нижнекамске. И нет, мы не разводим панику. Мы просто в очередной раз хотим сказать. Болезнь существует. И пора бы уже взять ответственность не только за себя, но и за тех, кто рядом. Юлия Брумистрова, Роман Мальцев, Лисан Саитова, NMedia. Тем временем в Нижнекамске продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Напомним, согласно постановлению Кабинета министров республики, ношение средств индивидуальной защиты, а именно масок и перчаток, в магазинах и других общественных местах для жителей Татарстана стало обязательным. В противном случае нарушителей наказывают рублем. Но как быть, если масок и перчаток нет, либо попросту нет возможности их приобрести? Сегодня в городе можно встретить волонтеров, которые раздают маски абсолютно каждому прохожему. Пойдите, пожалуйста, маски. У меня и в кармане, про вас. Очень страшно, в одном номере. Спасибо. Это, конечно, дело хорошее. Но многие горожане относятся даже к такому благому делу скептически и попросту отрицают надобность использования масок. От 10 мая у нас есть постановление Писошина о том, что необходимо в общественных местах ношение масок для исполнения этого постановления, а также для того, чтобы защитить себя. Мы не знаем, кто ходит в магазинах. Бывают люди, у которых бессимптомное течение ковидной инфекции, и человек даже сам не знает о том, что он носитель. Мы все-таки должны соблюдать эти меры. То есть приказы и постановления пишутся не просто так, не для того, чтобы мы их прочитали и забыли. Они пишутся для того, чтобы мы это приняли к сведению, выполняли и защищали себя. Берегите себя. Соблюдение масочного режима в городе под жестким контролем. На улице, в торговых помещениях, на остановках и даже внутри общественного транспорта нарушителей ждет профилактическая беседа и штраф. На остановках компании Нижнекамск-Нефтехим также ежедневно дежурят волонтеры. Это представители профсоюзной организации, сотрудники управления автомобильного транспорта, Форд-Поста и другие. Мы контролируем и анализируем пассажиропоток. В среднем 50-60% заполняемости автобусов в час и пик. Также следим за масочным и перчаточным режимом, чтобы все работники неукоснительно выполняли распоряжение, которое принято по Нижнекамск-Нефтехим. Многие уже привыкли носить медицинские маски. Но вот перчатки вызывают бурю негодований. В чем же причина? Бактерии, неприятный запах, страх – все это лишь предрассудки, притом ничем не обоснованные. Самая главная функция перчаток – защитить руки от соприкосновения с зараженной поверхностью. Перчатки можно носить в течение всего дня. Внутри бактерий там развиваться не будут, потому что у каждого человека своя микрофлора на коже. То есть это у нас обычная для нас микрофлора. И бактерии там просто для развиваться, откуда они будут развиваться, если их нет, патогенных микробов. Понятно, если какие-то раны на коже есть, воспаленные раны, то в этом случае, да, длительное ношение перчаток нежелательно. Выясняем, перчатки и маски – не враги, а наоборот – наша главная артиллерия в борьбе с распространением заражения. Ведь стоит всего только что выполнять несложные правила. И тут увидим плюсы – и штраф не получите, и не заболеете, и позаботитесь о чужом здоровье. Регина Нурмухамед, Вайслуха Физова, Марина Чернышкова, НМедиа. Безвозмездная помощь. В рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией в республике реализуется проект «Помощь рядом». Благодаря ему в регионах Татарстана осуществляется раздача продовольственных наборов. Нижнекамский район накануне получил более трех тысяч сухопайков для оказания помощи нуждающимся гражданам. Выход грузки на пункт раздачи свою безвозмездную помощь оказали нефтехимики. Наш корреспондент продолжит. Прямиком из Казани продуктовые наборы в коробках доставляют на склады. Там соблюдаются оптимальные температуры и условия хранения. Это уже вторая партия в рамках республиканской акции «Помощь рядом». Продуктовые наборы хранятся в надлежащих условиях. Приходит фура к нам. Мы открываем коробку пробную, смотрим на качество. У нас, по идее, приходят фуры. Например, две фуры. Вчера одна пришла ночью, сегодня утром рано. Они у нас за день, за два дня уходят уже. Одна такая продовольственная коробка весит довольно много. Чтобы отгрузить и доставить груз на место назначения, необходима тяжелая артиллерия. И тут нам помощь администрации города пришли нефтехимики. Управлением автотранспорта компании на эти цели было выделено три грузовых «Газели». В рамках коронавируса и пандемии очень много организаций, предприятий поддерживают и получается всех жителей города кто-то масками, кто-то волонтерским движением. В данном случае мы обратились на УАТ-нефтехим, попросили автотранспорт для транспортировки вот этих продуктовых наборов. Соответственно, они нас поддержали, нам помогают. В кузов уатовских машин погрузили более ста коробок с продуктами. Внутри них есть все самое необходимое. Макаронные изделия, крупы, консервы, чаи и многое другое. Уже в этот же день их раздадут тем, кто сейчас остро нуждается в поддержке. Это помощь категории 65+, помощь категории малообеспеченные семьи и категории малый и средний бизнес. Также соповские семьи, семьи, находящиеся в тяжелом социальном положении. Мы раздаем уже второй раз эту помощь, поэтому хотели передать слова благодарности от жителей нашего микрорайона. На протяжении целого дня с 8 утра до 5 вечера нефтехимики отгружали наборы на пункты раздачи. В ближайшее время в Нижнекамск ожидается поставка еще двух партий продовольственных товаров. За четыре транша такую помощь получат более 13 тысяч семей. Айслуха Физова, Марина Чернышкова, НМедиа. В предыдущем выпуске новостей мы рассказывали об индивидуальных предпринимателях Нижнекамска, которые столкнулись с отказами в получении господдержки. Сюжет, который вышел в эфир, получил отклик. Накануне индивидуальных предпринимателей, вышедших на улицы города с призывом о помощи, пригласил на встречу заместитель руководителя исполкома Ратмир Беляев, чтобы помочь в решении сложившейся ситуации. В настоящий момент в утвержденный перечень правительства входят 11 отраслей экономики, наиболее пострадавших от распространения пандемии коронавирусной инфекции. С полным детальным списком можно ознакомиться на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации. В таблице указаны сферы деятельности, наименование вида экономической деятельности и АКВЭД. Именно из-за значения последнего нижнекамские предприниматели остались без поддержки государства. Нас просто не слышат и не видят и не обращают на нас внимания. То есть мы сейчас пытаемся доказать, что в этот АКВЭД, который у нас у всех вот именно 47,8, это очень большая масса людей, это предприниматели, которые пострадали без вины виноваты. То есть у нас получается, что нам дали этот АКВЭД, не спросив нас, не то что спросив, а не уведомив нас с налоговой. У нас до этого был АКВЭД, допустим, 52-62, торговля на рынке, и мы должны были работать на рынках, стационарных точках, и нас это устраивало. Проблема с кодом 47,8 набирает обороты. Отстаивают свои права представители малого бизнеса по всей России. В Татарстане предприниматели запустили флешмоб, при помощи которого хотят привлечь внимание властей к своим проблемам, которых из-за периода вынужденного простоя скопилось немало. Например, они также хотят получать обещанную помощь в размере МРОТ для оплаты труда своим работникам, а это 12 130 рублей. Письма в Министерство экономики, в Министерство торговли, во все, короче, и в Думу писали. Я даже не могу сейчас перечислить просто, что куда мы только не писали эти письма. В ответов до сих пор нет, ниоткуда. Данная проблема активно обсуждается и на просторах интернета. У меня тоже 47,8, куда только не писала в ответ тишина. Моя знакомая тоже 47,8 из Минэкономразвития получила ответ. Ей предложили рассмотреть другие меры поддержки для МСМП. Наверное, над нами смеются. Только если в перечень будет включен этот аквет, тогда получим субсидию. И включить может правительство. Туда и надо писать. Программа ФНС настроена строго с учетом инструкций и вручную, пока ничего они внести там не могут, как мне сказали. В Нижнекамске о проблеме знают. Накануне первый заместитель руководителей сполкома по инвестициям в развитию малого и среднего предпринимательства Радмир Беляев провел встречу с представителями бизнеса, которые в начале недели, вооружившись плакатами, вышли на улицы города. Предпринимателей понять можно, и они отстаивают свои интересы, свои права. И будем надеяться, что этот вопрос совместными усилиями нам удастся решить. Сегодня в рамках видеоконференц-связи с министром экономики республики мы этот вопрос также поднимем, потому что нам не безразлична судьба наших предпринимателей, которые оказались в определенной сложной ситуации. Во время личной встречи Радмир Беляев заверил, что сегодня этот вопрос всеми возможными методами решается с вышестоящими структурами власти. И по мере возможности на местах поддержка предпринимателям оказывается. Проблема нижнекамских предпринимателей будет решена только в том случае, если правительство Российской Федерации изменит принятое постановление и откажется от детализации кодов экономической деятельности либо расширит список пострадавших отраслей. Катерина Короленко, Влас Семагин, НМЕДИЯ. К другой теме. Сегодня социальные сети буквально переполнены фотографиями с Нижнекамской набережной. Вода прибывает каждый день. Горожане, а в первую очередь владельцы близлежащих садовых участков крайне обеспокоены положением дел. На место выехала Катерина Короленко. Вячеслав Пяткин любит долгие прогулки по причалу Камы и рыбалку с друзьями. Вот только теперь излюбленные занятия придется отложить на неопределенный срок. Пристань подтоплена. Основной причиной половодия мужчина считает несвоевременный сброс воды с дамбы. А это настроили, значит, держат, держат воду. Зачем держат? Если бы постепенно все было бы нормально. А надо постепенно было, еще раньше надо было сплавлять эту воду. А они долго думали, думали, и вот результат налицо. Труды строителей, производивших реконструкцию Нижнекамской пристани, могут кануть в лету, уверен Вячеслав. Это все опасно. Тут же все подмывает, замывает вот эти все вещи. И огороды топят сильно. Вот все затопление, вот все, кто вскопал, вот успел, уже затопило. Не, ну здесь вот сколько будет урона. Там вот сколько, 10 лет назад тоже так затопило, здесь все плитки вот так вышли из строя. Если уровень воды в каме продолжит подниматься такими же темпами, то затопленными рискуют оказаться не только территория городского пляжа и пристань, но и близлежащие садовые массивы. Руководство Нижнекамска о проблеме известно. Более того, меры по ее устранению уже предприняты. Была проведена работа по линии Министерства экологии, значит, данных правильного письма врачейской федерации о том, чтобы Жабулевский лес, чтобы он увеличил сброс воды. Сегодня пришло письмо о том, что Жабулевский лес обязуется провести сброс воды увеличить от 17 тысяч до 22 тысяч. Данный вопрос сейчас находится на контроле. Большого такого потока под подъема воды пока не планируется. Помимо подтопления городской пристани Нижнекамцев беспокоит еще один вопрос. Выдержит ли дамба такой напор воды? И это понятно. Ведь в случае прорыва в зону подтопления попадут сразу три населенных пункта, три детских оздоровительных лагеря и садово-огородные участки. На сегодняшний день уровень реки Камы более 56 метров. Критической отметкой считается 60. Однако заместитель руководителя исполкома Радик Шайдулин заверил, поводов для беспокойства нет. То, что у нас есть, наша дамба тот объем воды, который сейчас есть, он выдержит. Это течение до 22-25 числа значит просто всем благородникам по возможности значит да не ночевать. Буквально вот с 15 по 22 вот этот уровень воды сбалансируется и думаю там дальше будет уже более-менее спокойнее. Что касается Нижнекамской дамбы, в рамках федеральной программы развития водохозяйственного комплекса, рассчитанной на два года, предусмотрено начало работ по ее реконструкции. Стоимость проекта составляет более 900 миллионов рублей. К работам планируют приступить уже в июне. Катерина Короленко, Лейсан Саитова, Власимагин, НМедиа. Буквально недавно президентом России были назначены дополнительные выплаты для семей с детьми. В этой ситуации нашлись и желающие наживиться. В интернете стали массово появляться фейковые сайты на эту тематику. Так, в одной из компаний насчитали около 30 новых доминов, эксплуатирующих тему выплат. В их названиях заложены вариации слов госуслуги, госуслуги 16, выплаты, ковид-выплаты, пособия. Через них мошенники собирают личные данные пользователей, предлагая проверить, положены ли им выплаты, или даже вынуждая оплатить несуществующие комиссии за пособия. В ведомстве рекомендует обращать внимание на доменное имя сайта, то есть буквенное оформление вверху страницы. В отличие от официального, на фейковом могут быть цифры, слова через тире, просто набор букв, либо же изменена одна буква. Настоящий сайт госуслуг пишется только как госуслуги.ру. И еще одна новость. Сезон детских лагерей в этом году стартует на месяц позже. Роспотребнадзор рекомендовал начать смену с 1 июля. Об этом стало известно в ходе заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике. Правда, отдохнуть в российских лагерях удастся не всем желающим школьникам. Вместо 45 тысяч организаций откроется только 33 тысячи. Из них 2214 стационарных. Также может сократиться длительность смен. Вместо привычного 21 дня дети будут отдыхать всего 14. В Министерстве просвещения настаивают на том, чтобы дети и сотрудники перед поездкой на смену и в самом лагере проходили тесты на коронавирус. Для тех детей, которые отправятся в лагеря в другие населенные пункты, на вокзалах и в аэропортах России будут организованы зеленые коридоры. Родительские дни, скорее всего, отменят. Роспотребнадзор рекомендовал создать в организациях максимально закрытый режим и предусмотреть одномоментный заезд. То есть заселяться не по несколько дней, а в один. Во всех учреждениях рекомендовали провести не просто генеральные уборки, но и полноценную дезинфекцию. К слову, к этим работам уже приступили в подшефтных лагерях Нижнекамск-Нефтехима, Олимпийцы и Юности. Кроме того, на объектах должны быть созданы запасы антисептиков и средств индивидуальной защиты, а также усилены ряды медработников. Центральная диспетчерская Нижнекамск-Нефтехима как центр огромной паутины, куда стекается вся информация по производственной части всех подразделений компании. Круглосуточно диспетчеры должны быть в курсе всего. Движение сырьевых потоков, выработки готовой продукции, сведений по отгрузке и многого другого. Сводка формируется после ноля часов и к утру должна быть предоставлена руководству предприятия. Работа диспетчерской была значительно модернизирована. Обновление не только улучшило условия труда сотрудников, но и значительно расширило спектр возможностей, которые сейчас есть в их распоряжении. Об этом подробнее в следующем материале. Вот так сегодня выглядит центральная диспетчерская Нижнекамск-Нефтехима. В кабинетах современный ремонт, новая мебель и, конечно же, оборудование, которые призваны улучшить работу не только подразделения, но и всего предприятия. Диспетчерское предприятие это, скажем так, центр управления всем большим организмом под названием Павленижнекамск-Нефтехим. Сюда сходится вся информация о ходе производственных процессов, о движении материальных потоков. Отсюда уходит распоряжение на изменение каких-то параметров технологического режима, перенаправление потоков. Здесь контролируется соблюдение плановых показателей. В рамках модернизации разработано новое программное обеспечение, которое позволяет получать диспетчерам информацию о производственной деятельности сразу нескольких заводов на одном экране одновременно. Разработаны детальные схемы технологических узлов по заводу «Этилена». Сейчас диспетчер может наблюдать все процессы, проходящие непосредственно в оборудованиях. До конца 2021 года планируется провести такую работу во всех подразделениях компании. Также в рамках модернизации нефтехимики сделали упорно экологический контроль. Разработана интерактивная карта схемы движения химзагрязненной канализации по территории по унижникам с нефтехим. На данную интерактивную карту выведены показания приборов со шкафов контроля содержания углеводородов, которые содержатся у нас в стоках. Диспетчера наши и диспетчера УВК и УСВ это теперь отслеживают в онлайн-режиме и могут своевременно принимать меры. Также помимо стоков на интерактивной карте можно отследить загазованность по результатам работы установленных датчиков. Таким образом модернизация намного облегчила труд диспетчеров. Раньше для того, чтобы получить даже данные с газоанализаторов с передвижных пунктов отбора воздуха и в городе здесь нужно было звонить и в Санпром-лабораторию, а по сточным водам нужно было звонить диспетчеру УВК, то сейчас мы это все наглядно видим сразу. Мы можем распечатать, мы можем посмотреть, мы можем оперативно тут же среагировать на любой звонок даже из города. Гульмину Шакирова в этом подразделении трудится 17 лет. Работа сложная и очень ответственная. В работе диспетчера самое главное это, конечно, знание, знание всех процессов, знание каждого завода, коммуникабельность, дипломатичность, память, ну и опыт работы, конечно. Диспетчерское предприятие работает 24 часа в сутки, а перед внедрением новой видеостены сотрудниками был проведен инструктаж. Их привлекали к работе и во время пуска наладки системы, чтобы они высказывали свои пожелания и предложения. Что-то менялось в процессе внедрения, что-то продолжает нарабатываться сейчас. Айслуха Физова, Лесен Саитова, НМИДИА. Продолжим. На заводе пластиков Нижнекамск-Нефтехима завершены опытно-промышленные испытания новой марки полистирола, которая предназначена для производителей холодильной техники. Она была разработана специалистами завода совместно с учеными научно-технологического центра компании в рамках импортозамещения. По своим характеристикам данный вид полистирола является аналогом зарубежной марки. В ходе испытаний было наработано 120 тонн готовой продукции, образцы которой прошли расширенные исследования в научно-технологическом центре. В ходе тестирования было установлено, что Нижнекамская марка полистирола характеризуется более стабильным течением расплава и повышенным уровнем физико-механических показателей. Также специалисты отметили сравнительно высокие теплофизические и термические свойства. В настоящий момент новая марка находится на тестировании у конечных потребителей. Нижнекамск нефтехим славится преемственностью поколений. Трудовой стаж династии нефтехимиков исчисляется столетиями. Многие знакомятся со своей половинкой на работе, очень часто дети идут по стопам родителей и становятся настоящими асами своего дела. Семьи сотрудников компании на днях честовали в профсоюзном комитете предприятия. Выбрать один и тот же трудовой путь для этих семей как добрая традиция. Родоначальники трудовых династий в свое время подали достойный пример, а остальные, доверяя, последовали по этому же пути и не прогадали. Только представьте, общий трудовой стаж каждой из этих семей составляет более ста лет. В состав трудовой династии гребешковых 17 человек. Компании они отдали 326 лет. Сам глава семьи отработал на объединении 36 лет. Сейчас дети и внуки продолжают идти по его стопам. Сын работает, дочь работает, сноха, зять, внук, второй внук в колледже учится в нефтехимическом. Вероятно, тоже придет на химию. Довольны. И мы, что так сложилась судьба, что мы остались здесь. Рады тому, что в городе живем красивые. Еще одна трудовая династия семья Юдиных в составе 7 человек, а общий трудовой стаж 185 лет. Когда-то глава этой семьи приехал на большую стройку, а дальше продолжил трудиться в Нижнекамск нефтехиме. Теперь здесь работают дети и внуки. Я работала в управлении, финансовом управлении Нижнекамск нефтехим, начальником отдела до выхода на пенсию. Муж у меня работал на заводе БК, работает до сих пор. Сын работает на заводе пластиков. Мама тоже у нас начинала в лаборатории работать в 1966 году, а потом уже продолжала учить уже тех, кто в институте нашем химико-технологическом работала. А папа наш был начальником отдела капитального строительства, жил строй. Такая гордость, такое счастье, что нам родители дали такой запас прочности вот этого и патриотизма, и вот этой силы духа, и вот этого невероятного счастья, когда мы все вместе понимаем, о чем говорим, когда, в общем-то, говорим о предприятии Нижнегамс нефтехим. Трудовые династии играют огромную роль в воспитании уважительного отношения к труду. Они появляются в тех семьях, в которых старшее поколение действительно любит свою профессию. Тогда и у детей не возникает вопросов при выборе профессии. Хочу от имени руководства Нижнегамс нефтехима, от генерального директора Арат Фадыча поблагодарить вас за тот огромный вклад, который вы за период своей рабочей деятельности внесли, оставили в истории нашего любимого предприятия. Хочется пожелать вам всем крепкого здоровья, здоровья вам, членов вашей большой, крепкой городовой семьи. Институт семьи всегда остается и был важным для всех. Ведь только в семье действительно зарождается человек и он становится. И мы таким могут быть общество. Ни с кем вам поклон за ваши отношения, за ваше воспитание, за преданность своему делу и за ту трудовую династию. Здоровья вам, кликайте. В работе стабильность в семье и деле члены этих семей не понаслышке знают, в чем секрет крепкой и дружной семьи. Секрет семейной жизни в взаимопонимании. Дружбе. В уважении. Секрет семейной жизни и материнской любви. В доверии. Больше детей. В взаимопонимании. Секрет семейной жизни в доверии, в любви. И уважении. Секрет семейной жизни в любви. Счастье. Продолжение. Согласие. Семьям вручили цветы, денежные подарки и, конечно же, сладости. Айслуха Физова, Марина Чернышкова, НМедиа. На этом у меня все. Наши материалы и просто свежие новости вы можете найти на сайте медианкнх.ру и в группе ВКонтакте. Если же вы нуждаетесь в помощи для решения проблемных ситуаций или у вас есть интересная информация, которую бы вы хотели поделиться, звоните в нашу службу новостей по номеру 377-00. Программа вела Евгения Смоленкова. До встречи в эфире. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова